Приветствую вас. Первое, о чем нужно сказать, это то, что зависимость никогда не появляется просто так, вдруг. Зависимость обусловлена ряда факторов. Эти факторы определяются внутренней пустотой, потребностью ее заполнения. Пустота образуется, как правило, в результате определенных конфликтов внутренних. И вы, не имея возможности для себя полно, естественно удовлетворить свои желания и потребности, начинаете искать наиболее легкий путь для этого. И любовная зависимость, это как раз способ удовлетворения своих потребностей, которые вы не можете по-другому добиться, достичь их. Возможно, это происходит даже без вашего осознания. То есть, вы не осознаете того, что в любом их отношении действуют ваши личные желания, в первую очередь. Ведь когда любишь человека, хочется ему счастья. А вы, вероятно всего, хотите, чтобы человек был с вами, любой ценой. И именно этот факт говорит о том, что вы его не любите. А любите его как бы через себя. То есть, прошу прощения, любите, любите через него и саму себя. Потому что вам с ним лучше, вам с ним легче. Вы с ним чувствуете то, что не чувствуете в одиночку. И речь здесь не идет о том, что вы реализуетесь как женщина. Речь здесь идет о другом. О том, что вы получаете что-то на личностном уровне. На уровне общечеловеческого. И вот, как раз таки, желание, желание, я, вам ваше нужно, а предметит. Чтобы вы понимали, какие они у вас. К чему вы хотите стремиться, куда вы хотите идти. И, после этого вам будет легче и проще. Добившись того, чего вы желаете. А вам будет проще, собственно говоря, избавиться от зависимости. Я решил, о чем нужно сказать. Это поведение. Как вы, наверное, понимаете, зависимость есть привычка. И от привычки нужно отказываться. А отказываться можно лишь только путем смены своего поведения. Путем удержания внимания на том, что вы делаете. То есть, вам необходимо понимать, для чего вы хотите избавиться от привычки, допустим. И искать мотивы для этого. Допустим. Допустим, вы чувствуете, что зависимость вам идет не на пользу. Вы знаете, что не выиграете ничего, если будете дальше продолжать быть человеком. Соответственно, исходя из этого, можно сделать вывод. Что это мотив. Мотив себе не вредить. И мотивов может быть много, например, что вы не развиваете, например, что вы добьтесь на месте, что вы проживаете жизнь в пустую и прочее. Нужно подобрать максимальное количество мотивов, для того, чтобы их было достаточно для изменения вашей жизни. Дальше. Дальше, о чем следует сказать отдельно, это то, что новые впечатления, которые вы могли бы получить от жизни, новые эмоции, помогут вам вытеснить имеющиеся эмоции партнеру и оставить лишь истинные чувства в процессе этого. Если вы будете вставать, много общаться с другими людьми, не имея свободного времени, не имея возможности думать, то очень быстро придетесь к такому выводу, что ваша любовь к нему была во многом надумана. И в действительности есть некоторые чувства, которые не имеют совершенно никакого отношения к мужчине. Но появится оно только лишь когда все вот это вот надуманное у вас идет. И тогда вам будет, ну, скажем так, легче и проще понимать, что с вами происходит. Также в зависимости можно спасти потому, что имеются некоторые комплексы, страхи. И тогда эти комплексы нужно искать, страхи выявлять, чтобы вы были свободным, полноценным, независимым партнером в отношениях, а не независимым человеком. Также, если вам это нужно, то необходимо идентифицировать себя как женщину. То есть, понятно, что вы можете мужчине как женщина дать, то мужчина может вам как мужчина дать и исходить из этих предпочтений. То есть, если вы видите, что мужчине что-то нужно, то вы ему даете это. Но если мужчина не дает, во-первых, ничего вам, то дорогие отношения, они принесли вам счастье. То для того, чтобы уметь регулировать подобное, будем все же отдавать себе отчет, а что все-таки вы можете дать мужчине, и что мужчина может дать вам. И, наконец, последнее, это идентификация себя в отношениях. Какое место, какое положение в отношениях вы хотели бы заниматься? Подчиненные, равноправные или лидирующие. Определитесь со всеми этими моментами, и тогда для зависимости права не останется места. Ведь пустота уйдет, которая стала причиной вашей зависимости. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарна.